Адвокаты Атамбаева, давно превратившиеся в щедро оплачиваемых пиарщиков, утверждают, что их заказчик не виноват в убийстве в Койташе. Но ведь он виноват хотя бы в том, что зарегистрированное на него оружие попало в чужие руки, причем не без его ведома. А сам он бы хвалился, что стрелял сам. Более подробно в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Попыткой ввести общественное заблуждение назвали в Генпрокуратуре сообщение сторонников Алмазбека Атамбаева, что он не имеет отношения к смерти спецназовца Усенбека Неизбекова, погибшего в ходе штурма особняка Атамбаева в Койташе. Заместитель начальника спецподразделения Альфа, полковник Неизбеков, был застрелен 7 августа из снайперской винтовки Драгунова, принадлежавшей Атамбаеву. И по версии следствия, пуля пробила бронежилет. А вот что написал его адвокат Замир Джоошев на своей странице в Фейсбуке. На сегодняшний день в СМИ распространяется ложь о том, что Неизбеков погиб из оружия Алмазбека Атамбаева, СВД. Но это чистая ложь. Сам Атамбаев заявил 8 августа, что единственный, кто тогда стрелял с их стороны, это был он. Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх. Ну, темнота. Рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в какого из ребят не попадать. Ну, кто-то их все время подталкивал вперед, чтобы они шли вперед, вперед. Я сразу предупреждал, что я буду сопротивляться. Адвокат Замир Джоошев утверждает, что Неизбеков был смертельно ранен не из винтовки Драгунова, а из автомата Калашникова. И стрелял якобы неизвестный. Вот что ответили на это в генпрокуратуре. В ходе проведенных мероприятий следствием достоверно установлено, из какого оружия Неизбекову причинены ранения, которые привели к его смерти. Как поясняют в надзорном органе, данные судмедэкспертизы следующие. По отверстиям входа и выхода пули, это пули калибра 7,62 мм и остатки пули на бронежилете и одежде Неизбекова. Наргиза Кубатова тоже подчеркивает, что публикуя на своей странице в фейсбуке подробности досудебного расследования, адвокат Атамбаева сам нарушает закон. Необходимо отметить установленную норму, то есть статью 160 УПК Кыргызской республики, значит, о недопустимости разглашения данных, полученных в ходе досудебного производства по уголовному делу. Как поясняют в генпрокуратуре, защитник Атамбаева получил официальное предупреждение. Был предупрежден адвокат Джоушев, распространивший указанные сведения, не явившиеся до настоящего времени предметом судебного расследования. Между тем, один из членов Государственной комиссии по расследованию событий в Койташе, экс-зампредседателя ГКНБ, не столь категоричен в оценках. Ветеран спецслужб считает, что версия, выдвинутая адвокатом, требует изучения. Сотрудники действующие дают показания о том, что несколько раз они видели, что неизвестное лицо производил выстрел с двух, с пяти метров с автомата Калашникова АК-74 в сторону покойного Гусена Неазбекова. Поэтому сегодня вопрос остается открытым и дилеммой. При этом Медедбеков не отрицает, что расследование обстоятельств убийства Неазбекова некоторые сторонники бывшего главы государства хотят сделать предметом политических спекуляций. Ситуация по категорическим событиям, где погиб сотрудник, полковник Усен Неазбеков, сегодня становится предметом каких-либо рассуждений и инстануации со стороны защиты и со стороны правоохранительных и судебных органов. А по мнению другого члена комиссии, бывшего судьи Конституционного суда, саму возможность таких спекуляций создает тот факт, что процесс по делу Атамбаева не является открытым. Я считаю, что это неправильно, что весь судебный процесс по койтажским событиям, он проходит в закрытом режиме. Я предполагаю, что там могут быть какие-то моменты, которые связаны с государственными секретами, но не весь судебный процесс. И закон позволяет вот эту часть, которая связана с секретом, ее закрыть. По словам Сары Анкуловой, она и несколько других членов комиссии с самого начала ее работы настаивали на том, чтобы процесс велся открыто, с широким привлечением общественности и средств массовой информации. В самом начале я говорила о том, что необходимо этот процесс сделать открытым, чтобы общественность могла наблюдать, чтобы не оставалось никаких вопросов. И чтобы судебный процесс вызывал максимальное доверие, потому что мы же понимаем, что он завершится приговором. И чтобы приговор тоже с точки зрения общественного мнения и общества, чтобы не подвергалось сомнению его справедливость и объективность. В противном случае, считает Саранкулова, процесс по делу Атамбаева будет рождать немало беспочвенных домыслов и манипуляции общественным мнением, позволяя защите и сторонникам подсудимого создать вокруг него ореол жертвы политического преследования. Но так как ныне процесс проходит закрыто, соответственно, и у общественности, и у юристов, у адвокатов возникает очень много вопросов. Впрочем, не все придерживаются такого мнения. Экс-заместитель председателя Комитета госбезопасности против. Мне кажется, один нюанс есть. Вот те сведения, которые зачастую начали выходить за рамки судебного процесса, за рамки тайны следствия на информационную пространство, это говорит о халатности, о каких-то безалаберности наших отдельных правоохранительных органов. Это первое. И второе, это создает какую-то резонансную ситуацию в обществе. Но Саранкулова возражает, что процесс следовало бы открыть хотя бы по той причине, что рейтинг доверия населения к судебной власти сейчас крайне низок. И вот в таких условиях, когда мы не доверяем никаким экспертизам, мы не доверяем судам, мы не доверяем следствию, ну в целом, не просто по делу Атамбаева, когда мы в целом ничему этому не доверяем, следовало этот процесс просто открыть. Недавно в Бишкеке был установлен памятник Усенбеку Неизбекову. Как поделились с журналистами участники траурного мероприятия, друзья и родственники погибшего, вне зависимости от того, кого суд признает виновным в гибели близкого вам человека, его убийцы давно известны. Это ряд безответственных политиков, считавших себя выше закона. Мой сын погиб от рук тех людей, из-за которых прогнила вся верхушка власти. Это коррупционеры. Погиб от рук того, кто шесть лет правил страной. Он всегда любил родину, и он до конца остался ей верен. Тот, кто шесть лет правил страной, несомненно виновен в гибели офицера спецназа, сказал в разговоре с корреспондентом Пятого Артур Медыдбеков. Причиной следственной связи убийства Усена Незбекова явилось то, что бывший президент Атамбаев своими неправильными действиями, неповиновением к закону допустил вот такое кровавое событие. И он является одним из основных обвиняемых в деле убийства. Адвокаты Атамбаева и люди из круга его приближенных используют любой повод, чтобы обвинить власть в том, что процесс по делу их подопечного ведется с нарушениями закона. При этом они забывают, что экс-президент ни в грош не ставил этот закон, грубо попирая все юридические и моральные нормы, что и привело в итоге к событиям 7-8 августа. Проигнорировав несколько приглашений от правоохранительных органов явиться на дачу показаний, бывший глава государства организовал яростное сопротивление силовикам с применением огнестрельного оружия и взятием заложников. В результате амбиции политика удовлетворены, но жертву его неповиновения уже не вернуть.